всем огромный привет рада что вы зашли на мой канал сегодня у меня будет макияж с новинками косметики которые появились у меня благодаря заказу по первому каталогу и я для себя выбрала там матовые тени в оттенке au naturel также у меня появилось три карандаша для губ красный розовый и такой пыльно-сливовый все названия обязательно укажу внизу в инфобоксе кому интересно заходите смотрите а также для себя заказала две помады матовое превосходство невесомость оттенок плам иллюжин и биттон и пол ну что ж не будем долго тянуть и приступаем начну я с оформления бровей и в как раз буду использовать вот эту вот новую матовую палетку теней оттенок возьму 4 здесь мне кажется он для меня более подходящий он не уходит в рыжину и думаю что будет смотреться достаточно естественно по отзывам многих эта палетка подходит не только по прямому назначению для макияжа глаз но и для бровей а также можно еще и контуринг и сделать ну что ж давайте приступим к оформлению бровей кисточку возьму плоскую ну что вот он четвертый оттенок на бровях как по мне то он подошел по моему отлично прекрасно он передает свой пигмент и оформить брови с помощью этих теней просто можно в два счета цвет мне понравился как он смотрится на бровях мне тоже нравится ну и и приступаем дальше к оформлению в глаз или к оформлению век в общем переходим к макияжу глаз беру первый оттенок и полностью припудриваю все века что касается пигментации теней то уже судя по четвертому оттенку понятно что здесь она действительно запредельная и так вот еще сделаю сводчи то есть вот буквально небольшое касание и четвертый оттенок у нас передается вот таким ярким пигментом третий оттенок более теплый тоже пигментация просто космос и второй оттенок еще более светлый в общем вот такой градиент получается из трех оттенков ну а оттенок 1 самый светлый в палетке он немного меловой но тем не менее особо какой-то функции он не несет кроме как просто припудрить века для того чтобы все вот эти остальные оттенки хорошо стушевались между друг другом и получился красивый градиент и так давайте начну делать растушевку формула этих теней достаточно рыхленькая и при набирании на кисточку они достаточно так сильно пылят поэтому излишки нужно стряхивать чтобы не получилось каких-то пятен на веке не все чаще 4 оттенка нанесены на глаза, это в принципе моя стандартная тушевка, то как я делаю каждый раз контурирование своего нависшего века. Оттенки тушуются между друг другом хорошо и даже несмотря на то, что они пылят, если их стряхивать, то осыпаться они и под глаза не будут. Пигментация просто шикарная, она запредельная, как я уже говорила, и это вроде бы и плюс, и в то же время минус. Плюс в том, что эти теней можно набирать совсем чуть-чуть, и они цвет отдают хорошо, и в то же время, если переусердствовать с ними, можно развести грязь и пятна, и в общем будет выглядеть это все не очень хорошо. И еще, наверное, один небольшой такой минусик, ну в принципе здесь так и не заявлено, это именно палетка такая контурирующая. Мне здесь не хватает сияющего оттенка, который бы я нанесла на подвижное веко, для того, чтобы хоть как-то немножко освежить взгляд и увести его из этой глубокой матовости. Собственно, вот так. Ну что, сейчас я добавлю все же еще один оттенок на подвижное веко и приступаем дальше к нанесению туши. Далее на очереди тушь Супершок, это у нас новинка, называется она объемы разделения. Здесь нам компания обещает то, что туша будет нам создавать головокружительный объем и обеспечивать безупречное покрытие. Ну что ж, давайте проверим, насколько у нас будет головокружительный объем. Щеточка у нас выглядит таким образом, это обычная щетка, не силиконовая. Ну и щетинки такие достаточно частые. Тушь в один слой. Достаточно такие получаются естественные реснички, никакого тут вау-эффекта драматических, как я обычно люблю. Ну и, соответственно, длины здесь у нас нет, поскольку тушь нам об этом и не заявляет. Весь упор этой туши идет на объем. И сейчас я сделаю второй слой и посмотрим, какой еще объем добавится на реснице. Ну что, вот такой получается у нас объем на ресницах при нанесении туши в два слоя. Ресницы достаточно аккуратные, деликатные, такой мягкий объем и реснички особо не склеивает. Учитывая то, что тушь сейчас достаточно свежая, чуть-чуть подсохнет, и мне кажется, реснички будут с ней еще более пушистые. Кисточка мне нравится тем, что она идет на конус, то есть можно аккуратно прокрасить реснички во внутреннем уголке глаза. Не то, что у обычных тушей супершок, как у меня это бывало, я постоянно ударялась в спинку носа и постоянно пачкала, чтобы прокрасить внутренние реснички. То есть постоянно задевала. Сейчас с такой щеточкой это все будет более аккуратно. Удобная кисточка, мне понравилась, хорошо она реснички прочесывает, но по сроку действия, мне кажется, эта тушь будет точно так же, как и все остальные. Ее будет хватать месяца на два. А так, в принципе, неплохая. Хорошая, обычная тушь с объемным эффектом на ресницах. Я дооформила лицо и сейчас перехожу к нанесению карандашей для губ. Из трех я, наверное, буду наносить именно вот эти два последних, которые мне пришли в последнем заказе. Это розовый и красный оттенок. Вот этот вот сливовый оттенок у меня есть видео, где я с этим карандашом на губах. Поэтому ссылку я оставлю внизу. Обязательно заходите смотреть, если будет интересно, как этот карандашик смотрится на губах. Он тоже такой достаточно интересный, припыленный оттенок. Итак, перехожу к нанесению. Возьму вот этот розовый, он, по-моему, называется розовый букет. Название тоже обязательно подпишу. Собственно, вот он сам карандашик. Карандаши очень приятные, мягкие, но в то же время в меру суховатые, для того, чтобы помада оставалась на губах и не растекалась за контур. И так перехожу к нанесению. Далее красный карандаш. Но все же для полноты эксперимента я решила нанести и третий карандаш для губ, который идет такой пыльно-сливовый оттенок. Его тоже обязательно укажу. Ну и напоследок остается еще две помады. Матовое превосходство, невесомость, оттенок Plum Illusion и оттенок Beaten Apple. И так начну с оттенка Plum Illusion. Очень люблю эти помады за их формулу, за их цвет, за то, как они смотрятся на губах. И лично для меня, наверное, это самые комфортные помады, поэтому очень их люблю. И вот из этой линейки матовое превосходство, невесомость у меня три полноразмерных версии сейчас получается. Еще одна полноразмерка это помада, которая называется Movie Whisper. Такой красивый пыльно-розовый оттенок. Тоже классно смотрится на губах. Сейчас сделаю сводч. Вот сводч на эту помаду. Она такая более спокойная, каждодневная. Вообще без заморочек ее нанесла и пошла. Прекрасно освежает весь макияж. Ну и последняя помада, которая у меня осталась, это Beaten Apple. Красная помада, такая достаточно темная. Для сравнения, вот так выглядит сводч на эту помаду. При разных освещениях. Ну что, на сегодня это все. Вот такой у меня получился тестовый макияж с нанесением различных декоративных продуктов. А если посмотреть, то сегодня мы протестировали аж 7. Три карандаша, тушь, тени и две помады. Надеюсь, что я была для вас чем-то полезной. Обязательно делитесь в комментариях своими впечатлениями, что понравилось, что не понравилось, что планируете для себя приобрести. Не забывайте ставить пальчик вверх. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео. Всех целую, обнимаю. Увидимся в следующих видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok